Ребятишки, привет! Пока я ленюсь и медленно, то у меня ком зависает, то у меня мозги зависают и медленно монтирую все свои видосики из разных тут мест. Что это налетело? Андрюха спрашивал про вопросы про здоровье, про медицинскую помощь и так далее, и я, ну это буквально было там неделю-полторы назад, я отмел вообще его эти вот предположения, потому что, ну потому что, потому что, ладно, сейчас объясню почему. И вот пока пойду домой, кстати, сзади меня находится Centro de Salud, то есть то, что в русскоязычном регионе что-то вроде как поликлиника, решил пока буду... Я ж велик там оставил. Ладно, сейчас вступительную речь закончу. Решил пока буду идти домой, я быстренько вам тут кое-что расскажу, все же так получилось. Короче, почему я, во-первых, отмел? Потому что на самом деле все просто, я не могу, во-первых, заговорить за все страны, я не обращался за медицинской помощью, не то что во всех странах, я уже и не то что в Испании. Я не помню, когда я за медицинской помощью обращался в стране моего прошлого пребывания. Это раз. Два, как... Два, все очень просто, если вас там достанут из-под трамвая, то по скорой помощи вам окажут эту помощь. Вот, а если вы просто хотите подурить голову врачу, доктору, то вот мозгоебание, короче, в Европе докторам обходится дорого. То есть мозгоебание доктору обходится в Европе для клиента дорого, да, это услуга для богатых, да, то есть как бы по делу. По делу вам окажут медицинскую помощь, это раз. А те, кто хотят по, типа, типа по делу без дела, вот, ну по делу без дела как, да, когда вам, ну не нужна вам скорая медицинская помощь, можно обойтись пластырем, там, не знаю, там, клеемоментом или БФом, вот, но некоторые вот не могут даже такие вещи сделать. В общем, как у меня, кстати, обошлось. Я когда-то доской рассадил себе бровь, ну что, нормально заклеил ее все, никто не там, не сшивал ничего там, то есть не было необходимости. То есть, в общем, это не, 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 не необходимость, не отложки. Но те, кто, как бы, вот, ну, как бы боятся даже прикасаться к собственной ранке, да, для них есть система страховки. Платите, покупайте страховку, ну, там, разного уровня класса защиты вашего здоровья и пользуйтесь. Вот, на этом, наверное, типа, как бы все. Я поэтому сказал Андрюхе, да, что, типа, слушай, братан, я как бы не обращался к докторам, схема простая, не отложка, как бы, если смогут, а отшепчут, если не смогут, значит, в пакет закопают. Ну, вот, а другой вариант, это страховка, а мозги ебать докторам, это за бабки, короче. Ну, вот, вроде бы как. И закрылся вопрос, но все же, вот, тут койки события произошли, и они, ну, в общем, могут быть материалом для рассказа, и, возможно, для вас это будет любопытно, те, кто собираются там жить, путешествовать, или выживать. Я за великом, и сейчас включу камеру, и дальше-то расскажу. И так, продолжаем тему, значит, медицинского обслуживания в Европе. Смотрите, первое, я вам хочу, смотрите, что сказать, это важно. Я буду говорить конкретно про Испанию. Самые главные вообще документы в любых взаимодействиях, в любых организациях, в любых каких-то регистрациях, это даже не ваша резиденция. Если она у вас есть, или как у меня ее нет. Вот, да, я как поет Mano Chao, clandestino, emirante iligal. Короче, какие, какие юридические, не знаю, доки, либо информацию требуют разные организации. Первое, это налоговый номер, так называемый НИИ. Второе, это так называемая прописка, или как в Испании называется, em padronamiento, сертификат em padronamiento. Что это такое, чем оно отличается от понимания прописки в русскоязычной зоне? Я просто не знаю, как там, что изменилось с паспортами, там Россия, Украина. Ну, я имею в виду, изменилось с советского времени, потому что в Беларуси ничего не изменилось. То есть, прописка, как прежде, ставится в патчпорт. А пойду-ка я вот туда, наверное, на возвышенность. А не пойду, я туда, наверное, на возвышенность. Буду тут и рассказывать. Здесь, что значит прописка? Прописка, это регистрация вас по некому адресу в неком городе. То есть, фиксация вашего нахождения по какому-то адресу. В паспорт оно не ставится. А при необходимости вам дают сертификат em padronamiento. То есть, это такая бумажка из городского совета, где указано ваше место жительства. Что для этого нужно, чтобы вот ее получить? Да, у меня, кстати, она есть. Вот, кто не знает, как это получить в Испании, я делал видос специально, чтобы вас не разводили близкие, либо недалекие граждане, если у вас там нет возможности. Ну, если вот, может быть, кому-то понадобится. То есть, кому-то, да, проще действительно заплатить денег, либо арендовать квартиру, а кому-то... Ну, не важно, короче, вот я цепану, в этот раз я и не забуду, цепану в описании видос, да, как сделать прописку в коробке из-под холодильника в Испании. Вот, я об этом рассказывал, как я делал себе прописку в кемпере. Так вот, надеюсь, ветер не забивает. Как можно получить эту прописку? Прописку вы получаете, либо вы владелец квартиры, либо дома, либо вы арендатор квартиры, либо дома, где у вас в условиях договора с арендодателем оговорен пункт, что вы можете прописаться в этом жилье. Тут ничего стрёмного нет, ничего сложного. То есть, в общем-то, это нормальная такая практика, да, когда вам могут её дать. Как ещё вы можете прописаться, как в моём случае, а, это, неофициально, но это опять-таки, даже сами чиновники это знают, то есть, если, ну, то есть, тут нормально понимают люди, что вы можете быть, ну, настолько бедным человеком, что вам, ну, просто негде жить, вы где-то в палатке, там, вот, палатку ночью ставите, вот у вас нету квартиры, и, то есть, нормальная практика, когда вы можете прописаться у знакомого, у знакомого, у друга, у кого угодно, да, то есть, это даже можно факт, это не скрывать, да, что вы там на самом деле не живёте, вот, то есть, ну, важно, как бы, не мутить какую-то афёру, а прямо открыто сказать, ну, вот, нет у меня жилья, как бы, вот так вот вышло, вот, и, в общем, у вас пропишут. Мне, вот, я когда пытался ещё неудачно, да, делать себе вот эту регистрацию, эту импатронементу, я, по-моему, приходил к чиновникам, я говорю, слушайте, я в Кемпире живу, но у меня нет дома. Они такие, блин, так возьми у кого-нибудь друзей, пропишись, типа, не проблема, какая нам нахер разница, то есть, такая штука, вот. Либо, как вот это сделал я, да, через социальный центр, я пошёл, там, объяснил ситуацию, что вот я живу здесь, но у меня нету там в привычном понимании жилья, они просто написали, составили письмо в городской совет, ну, в общем, в том видео это всё рассказано, да, о том, что вот я, как бы, буду, типа, условно жить вот на каком-то условном адресе, да, который является вообще адресом этого социального центра. Вот, так не суть. Значит, вот это вот два документа, вот при всяких процедурах, да, там, не знаю, банковский счёт, там, там что-то ещё, ну, что-либо, что, что, вот, куда вы не приходите, что вы не заполняете, где вы что себя не регистрируете, всё, это налоговый номер, либо, короче, НИФ, либо НИЭ, налоговый номер, либо номер гражданина, вот, и прописка. И очень часто бывает такая тема, что где-то даже налоговый номер, так, можно и не указывать, к примеру, в некоторых ситуациях, конечно, если это не финансовая какая-то операция, вот, иногда можно заменить его номером паспорта, иногда вообще он там не обязательно, вот, но прописка вот, Эмпатерномиента нужно, вот так вот всё устроено здесь. Так вот, значит, подходя к медицине и всяким-всяким фишкам условия, смотрите, какой парадокс ещё в Испании, да, касаемо, вот, прописки, касаемо, ну, какого-то медицинского обслуживания, вашей регистрации в каком-то центре здоровья, да, парадокс в том, что эти, эти организации никаким образом не имеют отношения, и вообще им по бую, и вообще никакое законодательное право не запрещает им оказывать услуги людям, у которых нет юридического официального статуса, дающего право на проживание в стране. То есть, если говорить простым языком, их не интересует, есть ли у вас действующая виза, либо резиденция, либо, ну, не важно что-либо, любой, им их не интересует, насколько официальный, насколько легальный ваш статус нахождения в стране. То есть, не просто их не интересует, то есть, это даже не может препятствовать вам, ну, и препятствовать оказанию вам каких-то тех или иных услуг. Вот какой прикол. То есть, я делал свою, свою регистрацию в этом городе спустя уже, наверное, как минимум года два, как минимум, да, будучи года два в статусе гражданина, у которого превышен срок визового режима. То, что вы называете нелегалами. Нелегал это человек, который других людей на органы разбирает, который, там, не знаю, там, детей насилует, который наркотиками продает, вот это нелегал. Вот, а я просто человек с превышенным визовым режимом пребывания. Неболее, я такой же легал, как и любой другой гражданин с такими же правами. Вот, так вот, продолжаем. Значит, так как я это делал через центр, социальный центр, ну, то есть, соответственно, не просто, как бы, я уже был в городе в этом, ну, как бы, получив эту прописку, эту импадронамиенто, я не просто, как бы, стал зарегистрирован в этом городе, там числится во всяких базах этого города, не глядя на то, что я по-прежнему не имел статуса, который дает право легального моего пребывания здесь. И плюс, как бы, я, получается, как бы, засветился в социальных службах. Вот. и я знал, как бы, что даже какую-то вот некую медицинскую, такую, как, ну, типа, как в нашем понимании, медицинскую карточку, ну, короче, некую регистрацию в медицинском учреждении можно получить уже, имея прописку. я что-то забил, да, я, ну, как-то мне это, ну, нафиг не надо было, какой-то такой необходимости не было, ну, и тем более, что я знал, если прямо что-то серьезное будет, то меня мое тело привезут, как бы, обслужат там, да, в зависимости, насколько оно функционирует, ну, способно еще дальше функционировать. Вот. Но недавно мне позвонил, видимо, я так думаю, что это как-то связано вот с этими ковидными делами, со всякими вот этими, поэтому тут это, потрошат документы, смотрят, кто у нас тут жив, кто не жив, вообще, кто где что. Я находился в Севиле, мне позвонил работник социального центра, типа, привет, привет, Максим, ты что там, это, как-то живой, не живой, ты все еще, я говорю, ну да, как бы, я еще в Испании, во вторих, но вот сейчас вот поехал, типа, вот Севиле тут это, посмотреть, поснимать, она говорит, о, круто, туда-сюда, короче, там, говорит, слушай, если сможешь, там зайди, там, вот тогда, там, через несколько дней, там, там, тут бумажки, там, что-то подписать, там, проверить, там, я говорю, да, окей, круто, там, что-то, ну, копию паспорта просил у меня, я дал, короче, ну, я там пришел, она говорит, слушай, а ты у нас обращался в медицинский центр, там, ну, за помощью к врачам, я говорю, я это, я здоров, как это, как, как, микс быка и террадора, она говорит, ну, круто, слушай, а, ну, хоть, давай, если хочешь, я тебя могу зарегистрировать, типа, вот, в этом, в медицинском центре, ну, типа, заведем тебе эту карточку, ну, вдруг понадобится, я говорю, ну, в общем, сейчас я иду домой, от нее, я пришел, я, я решил, короче, это из нычки не доставать паспорт, я опять взял, этот, свой, нотариально, заверенную копию, паспорта, если кто-то не знает, почему, так вот я вожу, это, два, две причины, для безопасности, если вдруг у меня, наковырнут кемперочек, чтобы я без паспорта не остался, потому что, если я останусь без паспорта, это все, это не будет никакого шанса, получить какой-то легальный статус, это раз, два, если вдруг меня опять, вот как у меня уже было, спросят, колбы паспорт, то, это такой лайфхак, иммигранту, который, как бы, уже находится где-нибудь в Испании, да, в статусе, без, ну, не имея какого-то официального статуса, разрешенного для жизни, вот, это такой самый главный лайфхак, никогда в жизни, никогда, никогда, пока вы не получите, какие-то документы, разрешающие вам, находиться в стране, даже просто, если вы подадите документы, да, и вот дело ваше на рассмотрении, только вот в этом случае, в другом случае, никогда, если вы не находитесь в неофициальном статусе в стране, не давайте полиции свой паспорт, сделайте заранее несколько нотариальных копий, ну, заверенные нотариусом, они, как бы, избавят, ну, снизят вероятность того, что вас притарабанят в участок на разбирательство, они снизят, потому что это все-таки нотариально заверенная копия, это раз, два, придумайте историю, какую-нибудь правдоподобную, о том, как вас обокрали, но вы чудесным образом, вот как-то вот так предусмотрительно сделали вот эти копии, как круто, как здорово, как вам повезло, вот, вот, почему я говорю, потому что, давай, 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 куда поехал, ха-ха-ха, 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 этот кореш из Польши, для сработки инструкторов, а вот, почему, потому что у вас это, у вас просто заберут паспорт, вам дадут справку о том, что вы покинули страну, и ваша возможность сделать документы без паспорта снизится до процентов, уровень где-то один, я знаю одного человека, который все же смог сделать себе документы, не имея паспорта, но это, это очень тяжелый путь, и не надо по нему идти, никому не советую, и сам не хочу, вот, поэтому я вот давно, на эту фишку, вот, говорю вам, вот, нет, это не консультация, как это, вести незаконенную деятельность, да, бывает такая штука, да, вы жили себе, жили, не ту жили, да, поехали попутешествовать, вот, а в вашей стране произошли такие изменения, которые делают непригодным жизнь, выживание вообще для вас лично, с вашими взглядами, с какими-то там, да, с вашей системой ценности, и вам некуда деваться, вам просто как бы, вы находитесь в безвыходной ситуации, так вот, если вы так вот оказались, спрячься паспорт, потому что, ну, это конкретно такой лайфхак для Испании, ну, ладно, я не про паспорт рассказывал, я рассказывал про, про медицинскую помощь, вот, поэтому, опять-таки, для тех, если ты вот, где-то кантуешься в Испании, и у тебя нет легального статуса, чувак, не вздюхай, если у тебя, ты как-то сделал вот этот сертификат, даем падро номиента, он нужен, без него, никак ты не сделаешь, вот, но, опять-таки, его ты сделаешь, если, если у тебя его нету, если перейдешь вот по ссылке, которая снизу прикреплена на видео, о том, как поселиться официально в коробке из-под холодильника в Испании, вот, и делаешь себе сначала сертификат даем падро номиента, потом и идешь в медицинский центр Рада Салют, в центр Рада Салют работает этот, работодор социалис, как-то так, короче, социальный работник, вот, спрашиваешь, короче, социального работника в центре Рада Салют, поликлинике, все, подходишь к этому человеку и говоришь, привет, я вот такой-то, сделайте, пожалуйста, мне вот эту, зарегистрируйте меня здесь, вот в центре Рада Салют, вдруг мне понадобится когда-нибудь помощь, все, и социальный работник никогда тебе не откажет, если у тебя ничего с ним не было в прошлом, вот, и сделает тебе регистрацию в социальном центре, очень долго говорил, надеюсь, что заднеплановый вид разбавлял монотонность моего ба-ба-ба-ба-бам, пойду домандячивать видосик, скоро увидимся,